Хотела поздравить вас от Андрея Ильича Воробьева, губернатора Московской области, с вашим праздником, с таким великим сегодня днем. Спасибо вам большое за ваше мужество, оптимизм, за хорошее настроение, улыбки от всей души. Сегодня для Галины Николаевны Шаюк особая дата в календаре. Это день ее рождения, причем, можно сказать, дважды. После страшной блокады родного Ленинграда она выжила, и именно 27 января он был освобожден. Поздравить Галину Николаевну с 85-летием пришли министр соцразвития Подмосковья Людмила Болотаева и глава муниципалитета Андрей Иванов. Вы воспитали детей, внуков, уже правнуков, ведете активно общественную работу, помогаете. Стараюсь. Да, помогаете тоже литеральным блокадникам. И самое важное, воспитываете нашу молодежь. Вот за ними. По школам ездят. Да, школу знают. Несмотря на десятилетия вспоминать, то страшное время больно до сих пор. Родной дом разбомбили, на глазах от голода умирали близкие. На фронте в возрасте 34 лет погиб отец. Отца забрали на фронт, и где-то в течение, на Ленинградский фронт, но тут же его... То есть он прям рядом. Вы не представляете, какая была мясорубка. Говорить об этом не могу. Только просто скажу, что его сразу не стало. Когда говорят о войне, я не то, что говорить, я слушать не могу. Выжила, выстояла. После войны семья переехала в Одинцово. Сегодня у Галины Шаюк двое сыновей. Бывшие военные. Шестеро внуков и четыре правнука. Сама она возглавляет местное отделение организации «Блокадники Ленинграда». Активная и жизнерадостная Галина Николаевна с улыбкой шагает по жизни. Очень любит общаться с молодежью. Говорит, глядя на них, понимаешь, что все было не зря. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».